На пресс-конференции присутствовали представители более 20 средств массовой информации. По словам организаторов, сам формат претерпел изменения. Однако вопросы остались те же, важные и животрепещущие. Первым делом коснулись итогов Петербургского международного форума, где проходила презентация многих регионов России. Резе на ней показала свой стенд впервые. По словам губернатора области Николая Любимова, городской стенд пришелся по душе многим посетителям. Также на форуме заключили несколько контрактов с представителями разных организаций. Удалось договориться с инвесторами, подписать 10 соглашений на 41 миллиард рублей. Теперь наша задача эти соглашения реализовать как можно быстрее и сделать это в те сроки, которые мы оговорили с инвесторами. Надеюсь, что те соглашения, которые мы подписывали и ранее, в Сочи более под 50 миллиардов рублей было наполнение этих соглашений. Вот эти соглашения, те, которые мы подписали в Рязани, они все заработают. Были приняты соглашения о строительстве новых федеральных акушерских пунктов. Коснулись и другой важной темы, а именно санатория «Сосновый бор», к которому вновь вспыхнул интерес. Здание разоряет вандалы, да и вход на территорию свободен. Будут ли что с этим делать, спросили Николая Любимова. Она будет восстановлена, эта деятельность через фонд поддержки пока жилищного строительства. Ну и он передан в настоящее время Министерству труда и социальной защиты. Вот с годовое содержание порядка 110 миллионов оценится рублей в год. И в данном случае это оправданные затраты, конечно. Конечно, первоначальные затраты будут чуть побольше, потому что надо восстановить инфраструктуру, надо закупить соответствующее оборудование и так далее. В санатории «Сосновый бор» предполагается открытие пяти стационарных отделений, которые рассчитаны на 400 мест. Притом планируется расширить профиль санатория. Окончательную презентацию сделает Министерство труда и социальной защиты. Сейчас проект находится в поиске инвестора. Другая тема – это ремонт московского шоссе. По словам Николая Любимова, стоимость работ около 150 миллионов рублей. Для сравнения, ремонт Первомайского шоссе обошелся в 60 миллионов. Поэтому можно сказать о том, что работы будут крупномасштабные. Прозвучал вопрос, который волнует многих рязанцев. Это общественный транспорт. Три троллейбусных маршрута закрывают – второй, шестой и пятнадцатый. Что будет дальше? То, что касается троллейбусов, конечно, троллейбусы нельзя убирать из города и закрывать это направление обслуживания населения. Троллейбусы, на самом деле, практически везде. Они так или иначе являются дотационным видом транспорта общественного. Никуда не денешься. И самое главное для нас – добиться, чтобы все-таки экономика предприятия была не так обременительна для бюджета и для городского, и для областного, как сейчас. Николай Любимов также добавил, что будет проведена большая работа, касающаяся коммерческого транспорта. По его словам, машин сейчас слишком много. Разрабатывается новая транспортная схема, в которой будет оптимизирован как общественный, так и коммерческий транспорт. Еще одна тема – это проблема торговых центров. Уже не раз в СМИ публиковалась информация, что во многих рязанских ТРЦ обнаружены недостатки в сфере пожарной безопасности. Николай Любимов выступил с инициативой обучить охранников пожарно-техническому минимуму. Продиктовано это недавними событиями в городе Кемерово. И чтобы сами охранники понимали, что делать, собственно говоря, в таких случаях, как реагировать на ситуацию, куда людей направлять, как ее организовывать, в том числе даже включая психологические какие-то моменты, как людей успокаивать, как с ними говорить, кричать, не кричать. То есть делать то, что необходимо в таких, к сожалению, бывающих иногда у нас в стране случаях. Коснулись и других тем. Строительство нового химзавода в Дашково-Песочне. Николай Любимов ответил, что экологических проблем не возникнет. На пресс-конференции прозвучало много разных вопросов, которые коснулись различных тем. И ни один из них губернатор не оставил без ответа. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город.